XP Deus это профессиональный многочастотный металлоискатель, который подходит для большинства условий поиска. Он не имеет никаких проводов. Катушка с блоком управления связывается по беспроводной технологии. XP Deus имеет эргономичную штангу, благодаря которой компактно складывается. В сложенном виде его длина составляет всего 58 см. Так как металлоискатель беспроводной, вы можете снять блок управления со штанги и использовать его отдельно. На тыльной стороне блока расположены динамик и крепления на штангу. На нижней части расположен разъем для подключения проводных наушников 3,5 мм и USB разъем для зарядки. Также он служит для обновления программного обеспечения. XP Deus может комплектоваться катушками X35 22,5 см, 28 см, 28 на 34 см или катушками HF высокочастотными 22,5 см и 24 на 13 см. На лицевой стороне катушки расположены контакты для зарядки. Подзарядка осуществляется с помощью специальной клипсы. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находятся кнопка включения-выключения, она же настройки, кнопка меню, кнопка настройки баланса грунта, кнопки регулировки настроек, кнопка пинпоинт и дисплей. При включении металлодетектора выберите настройку аудио со звуком или без. На главном экране отображается текущее время, уровень заряда батареи блока выводится попеременно с уровнем заряда катушки, название программы поиска, шкала индикации целей, замеренное значение грунта, установленное значение грунта, шкала минерализации грунта, выбранная рабочая частота. Индикация цели. В левой части экрана располагаются шкалы железа и цветных металлов. В левую часть попадают железные цели, в правую цветные. При обнаружении сигнала мы слышим звуковый отклик. На шкале идентификации отображается индекс электропроводности цели в пределах от минус 6,4 до 99. Также значение VDI выводится по центру на дисплее металлоискателя. Таким образом мы примерно понимаем какая цель находится у нас под катушкой. Рассмотрим пример идентификации целей на первой программе основная. Низким тоном озвучиваются цели с VDI до 10 и сюда попадают цели из черных металлов. Средним тоном озвучиваются цели с VDI от 10 до 72. Сюда попадают цели из цветных металлов с низкой электропроводностью. Например фольга, алюминий и золото. Высоким тоном озвучиваются цели с от 73 до 99. Сюда попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью. Например медь и крупные серебряные монеты. Помните, что точные позиции разрыва тона могут немного различаться на разных программах. Также шкала цветных и черных металлов показывает нам силу сигнала. Так мы можем определить глубину залегания цели. Если цель находится на глубине 5 сантиметров мы видим, что шкала полностью закрашена и это сильный сигнал. Если шкала еле-еле закрашена, значит цель находится на глубине 25 сантиметров и более. Данные показатели актуальны для небольших целей, например для монет. А максимальная глубина на крупной цели может достигать до полутора метров. Программы поиска. XP Deus имеет 10 предустановленных программ поиска. Для выбора программы используйте кнопки плюс и минус. Первая программа основная. Подходит для общего использования как начинающим, так и опытным пользователям. Вторая программа GM Power. Имеет настройки как у детектора XP Gold Max Power. Мощного и быстрого. Третья программа Deus быстро. Имеет более быстрый отклик на мелкие цели в замусоренной железом почве. Также подходит для поиска в минерализованной почве. Четвертая программа Pitch. В данной программе используется озвучка Pitch. Высота тона зависит от мощности сигнала. Пятая программа G Max. Имеет среднюю скорость, более эффективна при поиске больших предметов и монет с высокой электропроводностью. Шестая программа глубина. Профессиональная программа для обнаружения крупных целей с настраиваемой дискриминацией и специфическим прохождением сигнала. Седьмая программа Мокрый пляж. Предназначена для поиска на мокром пляже. Восьмая программа Сухой пляж. Предназначена для поиска на сухом пляже. Девятая программа Горячая. Подходит для того, чтобы найти все. Создана на базе полифонии и очень низкой дискриминации. Программа с четким откликом и точной информацией о цели. Десятая программа Прииск. Создана специально для почв с высокой минерализацией, где часто встречаются и находятся золотые самородки. Настройка программ. Каждую из десяти программ вы можете настроить под себя. Для начала рассмотрим пример на первой программе основная. Для того, чтобы перейти к настройке выбранной программы, нажмите кнопку меню. Первый пункт меню – дискриминация. Изменяйте настройки маски дискриминации с помощью кнопок плюс или минус. В диапазоне от минус 6,4 до 99. Цели со значением VDI ниже установленного значения будут отсеиваться, а точнее озвучиваться низким тоном, как железо. Нажмите на кнопку профи из меню дискриминации, чтобы попасть в продвинутые настройки. Данная настройка используется для того, чтобы сортировать обнаруженные цели по категориям в зависимости от их проводимости и озвучивать различными тонами. Тут вы можете выбрать тип озвучивания 2 тона, 3 тона, 4 тона, 5 тонов, полифония или питч. При выборе от 2 до 5 тонов вы можете нажать кнопку профи и вручную скорректировать настройки. С помощью кнопок плюс или минус изменяйте частоту первого тона. Далее нажатием на центральную кнопку вы переходите к регулировке частоты второго тона и так далее. После того, как настроили частоту всех тонов, переходим к настройке разрыва тонов. Настройте разрыв тона с помощью кнопок плюс или минус. Для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню нажмите правую кнопку. В режиме полифония для каждого значения VDI назначаются разные тона. Чем выше проводимость цели, тем выше тон. В режиме питча вы можете регулировать высоту тона с помощью кнопок плюс или минус от 150 до 600 3 герц. Второй пункт меню – чувствительность. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлодетектора. Регулируйте уровень чувствительности с помощью кнопок плюс-минус в диапазоне от 0 до 99. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности могут появляться ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снести чувствительность, и они пропадут. Обычно уровень чувствительности устанавливается в диапазоне от 70 до 90. Нажмите кнопку профи, чтобы попасть в меню ток катушки. С помощью кнопок плюс или минус установите значение от 1 до 3. Выбирая единицу, вы получаете меньшую глубину обнаружения, меньший расход батарей, но более стабильную работу на высокоминерализованных грунтах. Выбирая 3, вы получаете большую глубину обнаружения, но и больший расход батарей. Значение 3 подходит для работы на легких грунтах. Следующий пункт меню – частота. Вы можете выбрать вручную рабочую частоту с помощью кнопок плюс или минус. Доступные частоты зависят от установленной на металлоискатель катушки. В катушках X35 доступны следующие частоты. 4, 7,7, 11,3, 16,4, 25,4 кГц. Низкая частота позволяет находить более глубокие, но крупные цели, а высокая более чувствительна к мелким целям. В катушках HF доступны более высокие частоты. Нажмите на кнопку профи, чтобы попасть в меню «Сдвиг частот». Это отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. Кнопками плюс-минус выберите максимально тихую частоту. Следующий пункт меню «Громкость железа». Это громкость первого тона, значение которого ниже установленного значения дискриминации. Как правило, это железо. Установите громкость от 1 до 5 или выберите 0, если хотите полностью отключить озвучку низкого тона. Следующий пункт меню «Скорость». Настраивается в диапазоне от 0 до 5 с помощью кнопок «Плюс-минус». На замусоренных местах выбирайте высокую скорость, что поможет увеличить скорость анализа сигналов. С другой стороны, если грунт чист, лучше уменьшить скорость, чтобы повысить чувствительность прибора глубоко залегаемым целям. Обычно скорость устанавливается на значение 2 или 2,5. Нажмите на кнопку «Профи», чтобы попасть в меню «Шумодав». Установите необходимое значение с помощью кнопок «Плюс-минус» от минус 1 до 4. При увеличенном значении создается фильтр, отсеивающий треск железа. Чем выше установленное значение, тем четче будет сигнал от цели, но и меньше глубина обнаружения. Следующий пункт меню «Громкость слабых сигналов». Позволяет усилить громкость звучания глубоких целей. Установите 0 для низкой громкости, 7 для максимального усиления. Помните, что данная настройка усиливает только громкость и не увеличивает глубину обнаружения. Нажмите на кнопку «Профи», чтобы попасть в меню «Звуковая перегрузка». Данный параметр влияет на звук от крупных металлических целей. Установите значение от 0 до 2. Чем выше выбранное значение, тем громче звук. Следующий пункт меню «Метка». Метка дополняет функцию дискриминации. С ее помощью вы можете выбрать диапазон VDI, который будет исключен из поиска. Выберите необходимый диапазон с помощью кнопок «Плюс» или «Минус». Для более точной настройки нажмите кнопку «Профи». Кнопками «Плюс» и «Минус» установите порог 2. Нажмите на центральную кнопку и кнопками «Плюс» и «Минус» установите порог 1. Метка установлена и отсекает из поиска диапазон VDI от 1 до 2 порога, то есть от 35 до 42. Нажмите на левую кнопку, чтобы установить вторую метку и повторите настройку по аналогии. Всего можно установить 3 метки. Для сохранения меток и выхода из меню нажмите на правую кнопку. Мы рассмотрели все настройки первой программы «Основная». Программы поиска с 1 по 9 имеют такие же пункты меню. В 10 программе «Прииск» используется другой механизм дискриминации, называемый фильтр мелкого железа. Фильтр отсеивает железо в зависимости от его расстояния до катушки. Выберите значение от 0 до 5, где 0 без отсеивания железа, 3 – отсев поверхностного железа, 5 – отсев поверхностного и глубокого железа. Также в программе «Прииск» можно настроить пороговый тон. Это постоянный фоновый звук металлодетектора, который помогает определить мелкие цели. Имеет регулировку громкости от 0 до 20. Для регулировки воспользуйтесь кнопками «плюс-минус». Настройка на грунт. По умолчанию баланс грунта установлен на значение 90. Если почва не минерализованная, то нет необходимости менять стандартное значение баланса грунта, поскольку состав грунта в этом случае не приводит к возникновению ложного фона. Работа детектора будет оптимальной. Текущее значение грунта постоянно выводится на экран. Установленное значение грунта выводится чуть ниже. Правее отображается сила минерализации. Это очень важный параметр. Покачайте катушку вверх и вниз несколько раз, чтобы оценить силу минерализации грунта. Если уровень низкий, то вносить корректировки не обязательно. Для настройки баланса грунта нажмите кнопку «Грунт» на главном экране. Доступны 4 режима. Ручной. Качать. Пляж. Отслеживание. В ручном режиме вы можете установить значение грунта с помощью кнопок «Плюс-минус» от 60 до 95. Но помните, что установленные значения ниже чем 90 могут привести к нестабильной работе металлодетектор. Следующий пункт настройки баланса грунта – «Качать». Это полуавтоматический режим, позволяющий настроить баланс грунта в зоне поиска. Для настройки найдите чистый участок без целей. Держите катушку параллельно над землей и нажмите кнопку «Пуск». Непрерывно поднимайте катушку до 15 сантиметров над землей и опускайте несколько раз. При успешной отстройке на дисплее появится сообщение «Грунт ОК». Следующий пункт настройки грунта – «Отслеживание». Режим отслеживания обеспечивает автоматическую коррекцию грунта. Он полезен в грунтах с относительно однородной минерализацией и с ее постепенными изменениями. Чтобы активировать отслеживание, просто нажмите «Назад». Следующий пункт настройки грунта – «Пляж». Режим «Пляж» позволяет произвести отстройку от сильно минерализованной среды, такой как морской песок или соленая вода. Чтобы активировать режим «Пляж», нажмите на кнопку «Плюс». Чтобы отключить, нажмите «Минус». После активации режима «Пляж» необходимо произвести настройку баланса грунта в ручном режиме или в режиме «Качать». Теперь настройка грунта производится в диапазоне от 0 до 30. Чтобы повысить стабильность работы при поиске на морском песке или в соленой воде, уменьшите громкость слабых сигналов на 0 или 1, увеличите скорость до 4, ток катушки установите максимум на 1, чувствительность установите в диапазоне от 70 до 85. Также в настройке баланса грунта есть профессиональное меню. В нем доступна вырезка грунта и чувствительность грунта. Вырезка грунта служит дополнительным параметром настройки баланса грунта. Она позволяет отклонить часть грунта вместо отклонения всего грунта ниже определенного значения. Например, можно поставить баланс грунта на 78, а затем в профессиональном меню с помощью кнопок «Плюс-Минус» отклонить ложные сигналы в диапазоне от 83 до 90. Таким образом вы не будете отклонять значение грунта от 78 до 83. Следующий параметр профессионального меню – чувствительность к грунту. Перейдите к нему, нажав на среднюю кнопку. Настройте способность прибора отслеживать грунты в соответствии с их минерализацией. Выполните настройку с помощью кнопок «Плюс-Минус». Установив значение от 1 до 5, DEUS не будет отслеживать слабо минерализованный грунт. Прибор будет использовать значение грунта по умолчанию. Установив значение от 6 до 10, DEUS будет отслеживать грунт даже с низкой минерализацией. Настройки металлоискателя Чтобы попасть в настройки металлоискателя, на главном экране нажмите кнопку «Выбор». Настройки имеют 4 пункта. Конфигурация, программы, катушки, пинпоинтер. Первый блок-меню – конфигурация. Здесь собраны настройки основных параметров блока управления. Первый параметр – динамик. Кнопками «Плюс-Минус» выберите «Да», чтобы активировать динамик, или «Нет», чтобы отключить звук блока управления. Следующий параметр – подсветка. В нем мы можем настроить подсветку дисплея. Включена, выключена, либо таймер на 3 секунды, 10 секунд, 60 секунд или 120 секунд. Следующий параметр – контраст. Контраст дисплея можете изменить с помощью кнопок «Плюс-Минус» от 0 до 19. Следующий параметр – часы. С помощью кнопок «Плюс-Минус» выполните настройку часов. Следующий параметр – профиль. Чтобы войти в настройку профиля, нажмите кнопку «Выбор». Здесь можно выбрать один из трех вариантов графика на главном экране. Кнопками «Плюс-Минус» выберите один из вариантов. Первый – это кривая для действующих настроек детектора. Таких как чувствительность и скорость восстановления сигнала. Высота графика зависит от установленной чувствительности, ширина – от скорости. На главном экране это выглядит вот так. Второй вариант – подкова. Она служит индикатором силы сигнала или глубины. Слева отображает черные металлы, справа цветные. Третий вариант – это экран XY. На экране XY отображаются функции верхнего ряда кнопок, номер и название программы, заряд аккумуляторов. В правом верхнем углу выводится замеренное значение грунта. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик. Значение VDI выводится в верхнем левом углу. А по центру идентификатор цели отображается в виде целограммы. Первая и третья четверть – зона вывода цветных металлов, например, монета. Вторая и четвертая четверть – зона вывода железных целей, например, гвоздь. Крупные железные объекты или жестяные банки будут отображаться в беспорядочной траектории кривых. Также в данном режиме есть настройка Zoom. Нажмите кнопку Pinpoint и удерживайте в течение двух секунд. Далее с помощью кнопок плюс-минус выберите масштаб от 1 до 10. При использовании малого значения вывод на дисплей осуществляется только для сильных целей. Следующий параметр – Go Terrain. Это приложение для смартфона, которое отображает данные о ваших находках на карте. Выберите авто для автоматической отправки данных на смартфон, либо выберите его от себя для ручной отправки. Для отправки данных при обнаружении сигнала нажмите и удерживайте кнопку меню. Данные отправлены. Следующий параметр – обновление. Для обновления блока управления XP Deus вам понадобится компьютер и кабель. Который идет в комплекте. Нажмите кнопку Выбор и следуйте дальнейшим инструкциям. Второй пункт настроек – Программа. Служит для сохранения пользовательских программ. В XP Deus имеется 10 предустановленных программ, каждую из которых вы можете настроить и сохранить как свою пользовательскую. Всего можно сохранить 8 пользовательских программ с номерами от 11 до 18. Для сохранения пользовательской программы нажмите кнопку Выбор и Сохранить. Далее выберите свободный слот. Нажмите Выбор. Здесь нужно ввести имя программы. С помощью кнопок плюс-минус выберите первый символ. Нажмите на центральную кнопку для перехода ко второму символу. И так далее. Максимальная длина имени – 7 символов. После ввода имени нажмите ОК. Пользовательская программа сохранилась в 11 слоте под именем Моя1. Для изменения или удаления программы выберите Вашу программу, зайдите в Настройки – Программа. Здесь можете сохранить Вашу программу, если поменяли в ней какие-то настройки. Изменить имя программы или удалить ее. Четвертый пункт настроек – Катушки. Если катушка уже есть в списке, выберите ее с помощью центральной кнопки. Чтобы добавить новую катушку, выберите пустой слот, нажмите Выбор. Введите серийный номер катушки. Выберите символ с помощью кнопок плюс-минус, затем нажмите центральную кнопку для перехода к следующему символу. После ввода шести знаков нажмите кнопку ОК. Для удаления катушки в пункте Меню настройки выберите Катушки. Нажмите кнопку Выбор. В списке выберите катушку, которую нужно удалить. Нажмите Выбор. Изменить имя. Нажмите Выбор. Удалите все знаки, используя левую кнопку. Введите шесть нулей и нажмите ОК. Подтвердить удаление. Катушка удалена. Пятый пункт настроек – Пинпоинтер. В пункте Меню настройки выберите Пинпоинтер, нажмите кнопку Выбор. На выключенном пинпоинтере нажмите кнопку Включения и удерживайте ее в течение 8 секунд. Пинпоинтер автоматически подключится. Определение центра цели. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На пересечении двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели – воспользоваться режимом Пинпоинт. Для этого необходимо нажать кнопку Пинпоинт и сделать несколько махов над целью. При приближении катушки к цели звук будет нарастать. В этот момент вы можете кратковременно нажать на кнопку Пинпоинт и обнулить его, то есть понизить чувствительность. Так вы можете более точнее локализовать цель. Также XP DEUS имеет еще три статических режима. Статические режимы поиск. Статический режим позволяет пользователю находить цели без движения катушкой. Это полезно для определения местонахождения металла, находящегося в зданиях подвала. Также статика широко используется для нахождения подземных металлических труб. Первый статический режим – это Пинпоинт. Его мы уже рассмотрели. Чтобы перейти к следующему режиму, нажмите кнопку Режим. Второй статический режим – статика Аудиодискрим. В данном режиме повышается тональность при обнаружении цветных целей. И понижается при определении черных металлов. В данном режиме вы можете настроить чувствительность. Пороговый тон. И установить значение грунта вручную от 0 до 90. Третий статический режим – статика Аудиодискрим. Отличается от предыдущей программы тем, что имеет 1 тонн озвучивания для всех металлов. Четвертый статический режим – статика Аудиодискрим. Этот режим не требует настройки баланса грунта, но имеет возможность настроить дискриминацию металлов. Продолжение следует...